Аризона РП, Феникс, IP в описании, и никнейм мой Данте Коннор тоже там, и там ещё есть много всего, и вообще в целом вы можете туда зайти, и сегодня мы смотрим Диму Батурин, кстати, если вы не знали, да, такое тоже иногда бывает. Давайте же приступим, я хочу посмотреть топ-1 GTA-самп-ютубера, который скоро уже, ну, практически скоро уже, там, наберёт миллион подписчиков своих, дорогих, родимых и так далее. Зе Батурин, в общем-то, девушка кинула на деньги, это ролик, который идёт меньше всего из всех, которые там у него есть, я не стал смотреть последний, потому что он идёт больше 20 минут, давайте приступим. Всем привет. Привет. Это история о том, как девушка кинула нас, друзья, на большие деньги. Реально? И что было дальше? Что же было дальше? Недавно я со своим другом и нашими подельниками развёл мажора на 400 миллионов. Офигеть. Вместо того, чтобы поделить прибыль, Варвара забрала всё себе. Ё-моё. Какие-то копейки. Мы решили её найти и наткнулись на бандитов, которые всё организовали. Вот это да. Она кинула их тоже. Тогда мы решили объединиться и забрать наши деньги назад. Мы придумали план мести, но по несчастливой случайности Варвара нас раскусила и наш план не сработал. Стерва, поверь, ты вернёшь нам бабки. Степана могилу ещё никто не осмеливался кидать. Поздравляю. Я у тебя первая. Вот это да, блин. Нет, я не успокоюсь, пока не отомщу ей. Я уже согласен деньги не получить, но лишь бы её реально забанили. Я об этом уже давно мечтаю. И у неё чего не осталось из нашего. Как вы насчёт этого? Я точно за. Поддерживаю. Давайте. Я, конечно, не против, но вы реально хотите всё им... Привет, привет, Батвирин. Не, не забыл поставить лайк. Я готов. Не, пацаны, у меня только это так есть. У меня тоже нет... Пожалуйста, пожалуйста, Дима. Что-то другое надо сообразить. Что надо сообразить? Давайте пошевелим. Я тоже шевелю. Да все шевелят. Я ничего не придумал. Только я и вон, ребята. Что ты придумал, баран? Стоять, целиться в дверь несколько минут. Тоже неплохо. Это бы сработало. Да не сработало бы с ней такое. Думаешь? Да это переход нормально. Подождите, я должен запечатлеть этот грандиозный момент. А Дима Батвирина режиссёра учится, да, я правильно понимаю? Джонсон отобразил точное время на экране. Реально? Я по всему начал видеосъёмку. Он решил всё это дело заснять. Отлично. Нужно быть максимально аккуратными. Да не, комментарий не написал, Дима. Вот видишь, опять не ты придумал. Заткнись, хватит спорить ни о чём. Комбино, глаголь. Вы успокоились? Да. Окей, рассказываю. Но сначала скажите, точно каждый готов отказаться от прибыли? Я готов. Да, да, я готов. Не, ну а 66 лямов, которые у нас, хотя бы их распилим? Нет, от них тоже придётся отказаться. Получается, мы чё, зря пыхтели. Но получается так. Я вообще тебя с собой для количества взял. Ага, для количества. А кто Боба убедил, что игра по чесноку будет? Кто убедил? Думаешь? Боюсь представить, как они там Боба убеждали. Ребят, вы можете хотя бы 5 минут. Не, ну за Боба жалко, реально. Мы ничего не успеем. Я, кстати, вообще в этом плане не уверен. Но других вариантов просто нет. Думаешь, Димон? Молодцы, уже 5 секунд продержались. Нет, вообще-то уже 30 секунд. Кирилл, ну ты-то не провоцируй. Кирилл, ну не провоцируй, реально. 66 лямов, у тебя от тебя всё зависит. Ты готов? Сам подумай. Я бы продолжал тут стоять с вами. Я думаю, нет. Да, логично. Короче, есть единственный вариант реально забанить Варвару. Давай забаним. Так, чтобы ей ничего не досталось. А ей реально ничего не достанется. Для того, что она уже успела что-то потратить, бан более вероятный исход. Это нам надо. Но есть одна большая сложность. Какая? Для всего этого нам нужен Боб. Ты серьёзно? Да, он единственный, с чьей помощью мы сможем это сделать. Мы сможем это сделать, реально. Привет, Боб, это мы тебя развели на 400 лямов, но мы готовы вернуть 66 лямов, чтобы ты написал жалобу на Варвару. А он напишет? Да и нет. Не, мы так реально все вместе в бан улетим. Думаешь? Я говорил, я не хочу. Да не совсем так. Вы послушать можете? Давай послушаем. Перед началом игры Боб включил запись экрана. Соответственно, у него есть видео, как всё будет. Так это же РП-чат. Зачем он на РП-информацию этот? В РП-чат пишет. Я уже который раз замечаю. Это ж какой пример он подаёт людям? Ужас. Дим, ну ты чё сам делаешь? Мы с вами знаем, что он жертва, но он сейчас думает, что ему просто не повезло. Потому что мы никак не спалились и на видео ничего не видно. Но у меня есть записи. На видео не видно. Мы с Марварой договаривались о схеме обмана. Если эти две записи соединить, всем станет понятно, что это была махинация в сговоре группы лиц. И это сойдёт за доказательства. Неплохо. Но мы же не напишем жалобу, подставив себя же. Ну, слушайте. Не напишем. Тише, Афанасий, тише. Афанасий, тише, реально. Не напишем, конечно. Её должен написать Боб. Мы найдём его и расскажем всю правду. Но чтобы он не написал жалобу и на нас, правду мы расскажем ему после того, как он заявит, что к нам у него нет претензий. Нормальная тема. Было это интересно, и он согласился на это. Мы предложим ему для начала вернуть те 66 лямов, которые у Коджа. И он согласится. Если не дурак, конечно. А он дурак? Ну нет, нет. Тут к какой степени дураком нужно быть, чтобы не согласиться. Ну реально, плюсую, да. Я скину ему запись. Он напишет жалобу на Варвару и добавит, что к остальным у него претензий нет. Вот такой вот план. Подожди. Если мы Бобу признаемся, то наша схема накроется. Думаешь, накроется? Мы больше никого не разведём так. Нет, нам не подходит такой вариант. Отлично. А какой вариант вам подходит? Других у меня нет. Может, у вас есть? А вариантов-то и нет, получается, да, блин? Я так и думал. Сколько вы людей уже так развели? Боб был первым. Ну, тогда и Варвара будет у тебя первая, кто развела Степана могилу. Нет, не будет. Будет, ха-ха. Степана могилу развели. Пойду расскажу всем. Да стой ты, баран. Я согласен. Поехали к нему. Неужели? Да и вообще, где они найдут ещё хоть одного такого, блин? Блин, он специально такой голос делает, чтобы это самое, типа, школьники такие, о, блин, вот это он серьёзный. Блин, нормально, Димон. Нет, можно найти такого же азартного. О, ну, это очень маленький шанс. Думаешь? Но условия. Разговариваете с ним вы, если чё, всю схему Варвара организовала. А мы с Афанасием, типа, честности хотим. Ну, типа, таких очень. Блин, мафиозники хотят честности. Нормальную тему. Ладно. Давайте так, если чё, вы, как организаторы, поняли, что мы мошенники и вынудили во всём признаться. А нас, если чё, Варвара обработала. И она во всём виновата. Идеально. Ага, теперь надо Боба найти. Только как тут, как с Варварой, не прокатит. Потому что спрогнозировать, куда девушка поедет, деньги тратить это можно. А куда поедет проигравший 400 лямов мажор, у меня мало догадок. Выпиливаться. Извиняюсь, осуждаюсь, что... Спустя несколько минут. Это, видимо, тот самый звоночек. Подъехал. Здорово, братан. Салют. Как дела? Что стряслось? Нужно местоположение одного человечка пробить. И чё, пробьют? Я тебе всё, что угодно. Смотрите фильм «Война 2», там такого нет. Каженик. Там всё намного лучше. Боб Джонсон. Момент. И чё, они раньше не сказали, что у них знакомый коп есть? Он на центральном рынке сейчас. Интересно, что он там делает. Распродаёт всё, что у него осталось. Отлично. Если не найдёте, звони. Скажу, куда двигается. Блин, а вот ему эти ролики оплачивают, у него даже логотипа Arizona RP нет. Обращай. У него же, наверное, есть айпишник. В сайт компании Ergostol. Ну, есть айпи сервера Arizona RP, но логотипа нет. Оплачивают такой видеоролик или нет? Жесть. Ну чё, джентльмены? Поехали быстрее. Поехали. Я жду рекламу. Я жду рекламу стола или стула. Нет, друзья, это не какая-нибудь магия монтажа, а мой новый компьютерный стол Ergostol Optima. Он может тренироваться по высоте, заряжать телефон, поднимать на себе 80 килограмм, позволяет незаметно спрятать кучу проводов и держать системный... Блин, нормальная тема. ...как мы в ролике едем к Бобу, я расскажу вам подробнее про этот стол. Всего одним нажатием я могу поднять стол в нужное мне положение. Пульт управления высотой имеет функцию памяти на 4 положения и позволяет регулировать стол от 69 до 118 сантиметров. Нормальная тема. И стоит такой стол, наверное, 1100, да? Батурин. Нет, никогда. Да и к тому же работа стоя позволяет лучше сконцентрироваться на чем-либо. Лично мне это заметно помогает при долгом монтаже... О, в премьере монтируют, в отличие от этого всего. От самперов, которые там в Sony Vegas. Кстати, смена положения из самого высокого в самое низкое занимает всего 20 секунд. В моей комплектации стола встроена беспроводная зарядка, которую даже не видно на самой столешнице. Я просто кладу телефон на стол, и он заряжается. Это очень удобно и вдобавок всех удивляет. А теперь взгляните под стол. Видите хоть один провод? Нет, потому что все провода аккуратно спрятаны в кабель-канале, и мне не приходится каждый раз смотреть на безобразие из проводов и мучиться при уборке. К тому же системный блок тоже держится на весу, благодаря креплению к столешнице. Отлично. Причем каждое расположение всех этих... Не, все, я уже купить хочу, я хочу уже купить. Да, промокод 10% Батурин. Эргостол Оптима, да, посмотрим, блять, что там есть такое. Так, да, да, я из Москвы. Так. Так. Ебать, прикиньте, всего 40 тысяч. Нормально, такое даже осилить можно. Вот, так сказать, на Аризон РП вот накоплю на такой стол, вот буду реально год работать, чтобы за таким вот столом сидеть. Спасибо, Батурин, реально. Эргостол, нормальная тема. Я выбирал сам, как мне нужно. И в итоге получился вот такой вот идеальный для меня стол. Заказать такой стол в любую точку России можно на сайте магазина Эргостол. А со скидкой в 10% по моему промокоду Батурин это будет... Еще и скидка будет. Приятнее. Скидка действует на все столы. Выберите и закажите свой идеальный стол по ссылке в описании. К Бобу-то приехали уже, нет? Это же что-то долго к Бобу едем. Так, теперь задача найти его в этом муравейнике. Давай найдем. Давайте вы направо, мы налево. Хорошо. А че это мы налево? Может давай они? Да. Стой! Так, походу вон он. Да, это он. И, видимо, он реально свои аксессуары распродает. Так там же скупка написано. Че он в этих лавках так активно ищет? Боб, привет. Он нас вообще видит? Да нет, он не слышит, не видит. Эй, плейбой миллиардер. Че вам надо? Отстаньте. Че случилось-то? Нет, ну понятно, что случилось. Зачем убегать? Да подожди ты. Ага, позлорадствовать решили. Молодцы. Оставьте в покое меня. Блин, развили Боба. Подожди. Выиграли, радуйтесь. Не надо прикалываться надо мной. Да послушай ты сначала. Нет, отвалите. Постой. Чувствую, мой план не такой уж и простой. Стоять. Да вы че, блин, сговорились все? Это для твоего же благо. Ага, благо уже сделали мне. Стой, стой, ладно. Чего вы хотите? Стою реально. Послушай. Послушай, Боб, предложение. Какое? Оно тебе точно понравится. Понравится реально, сто процентов. Не скажите, что захотели вернуть мне 400 лямов. Не поверишь, но да. Да, я не поверю, вы угадали. Да неплохая операторская работа, реально, красава. Батыринги или нет? Конечно хочу, че за вопрос? Чего вы это решили? Если вкратце, на самом деле Кирилл заранее знал, что победит в игре. Я уже и так все знаю. Не понял, откуда? Да тут любой дурак все поймет. Че-то совсем не понял. Как он узнал? Где он? Кто, дурак? Нет, попугай. Справа от тебя вроде бы. А от меня справа похоже дурак. Нет, Кирилл, куда ты его дел? Да никуда я его не девал. Вон стоит, не видишь что ли? Нет, не этот, на плечо который. А, в инвентаре. Продай. Зачем он тебе? Десять лямов даю, продай. Ну ладно. Какой раз я уже задаю вопрос, че происходит? Блин, так ты же это задой, ты же режиссер. Че происходит? Это у тебя надо спрашивать. Может, что попугай подорожает после обновы? Обмен совершен. Ха-ха-ха, вот так вот. Раскусил я вас. Жаль, что поздно. В каком плане раскусил? С попугаем. В смысле? Ты же сам поставил условия, чтобы он был крупье. Да, но Кирик спалился. Как? Реально, как? Мы же это четко сделали. Как это было? Степа, походу это конец. Блядь, чуваки, я тоже вот впервые эту хуйню смотрю. Ну, наверное, без обид к Диме Батури. Дима Батури лучше, на самом деле, сам ютубер. Вот, без обид, я тоже первый видос, который нашел. Если, блядь, предыдущий видос не смотреть, то вообще ничего не понятно. Но, в целом, я догадался, что Боба развели, сейчас хотят ему вернуть все. Понял, что мы его развели, и то, что он тогда до сих пор жалобу-то не написал. Это, конечно, хорошо, что не написал. Но почему? Чего нам делать? Какой конец, болван? Не мешай людям общаться. Боб, так как он спалился-то? Он надел попугая перед игрой, и из-за этого выиграл в итоге. Стоп, речь о попугая на плечо. Блин, я уже запутался в этих попугаях. Я думал, что попугая приносит мне удачу. Но оказалось, что, чтобы точно выиграть, надо, чтобы на плече тоже попугай был. Вот он у него и был на плече. А у меня всякая фигня дорогая, бесполезная. А реальную удачу только попугай приносит. Смех отличный им. На курсах актёрского мастерства нормально получилось. Ты с чего это всё вообще взял? Да я сейчас убедился на 100%. Вон он сейчас был без него. Но он его не продал, а просто в инвентарь убрал. Значит, надел только на время игры и выиграл. Чё, Кирик, думал, я не догадаюсь? А он догадался. Я не думал об этом. Сди реванш. Или теперь уже боишься против меня играть? Я знаю, боишься. Но ничего, теперь я точно отыграюсь. Других желающих тоже много. Стёпка, надо будет обсудить новую игру. Давай обсудим игру новую. Серьёзно? Я чё, похож на шутника? Я уже всех попугаев скупил, которые тут были. Даже у Кирика забрало. Ха-ха-ха. Ща буду дальше скупать, чтобы ни у кого их не было, кроме меня. И тогда вся удача только у меня будет. И сколько штук ты уже скупил? Смотри. Боб Джонсон предложил вам обмен. Так, смотрю. И ещё столько же есть. Блин, интересно. Блин, если бы вы меня сейчас не встретили, я бы не убедился на сто процентов. Наконец-то я смогу без риска размиллиардериться. Спасибо вам, ребят. Надо жилую игру устроить. Разведи человека, и он нам спасибо говорит. Даже как-то не по себе. Как ему теперь всю правду рассказать? Да никак. Подожди, Боб. Ты меня, конечно, извини. За то, что я, возможно, сейчас твой мир иллюзий немного сломаю. Но попробуй задать себе такой вопрос. Какой? Если бы эти попугаи реально приносили удачу, и Кирилл бы выиграл из-за них. Он продал бы тебе его за 10 лямов. Ну, я же сбил его с толку, и он растерялся. Ну да, логично. 10 какая-то много за попугаев. Нет, Боб. Ты просто сам себе напридумывал талисманов. И всяких теорий и формул удачи. На самом деле, всё по-другому. И мы с тобой насчёт этого хотим поговорить. Да, но видос сейчас закончится, да? Новую игру х**. А нет, 3 минуты ещё. Чего? Мы вот как раз нашли тебе нового соперника. А Камбину хотел сказать, что в этом деле решают любые аксессуары. Чего я хотел сказать? Чем их больше, тем больше шансов на победу. Мы снова всё сделаем, как ты захочешь. Если надо, запретим твоему сопернику вообще любые аксессуары надевать во время игры. Чё он творит? Ты точно отвезёшь, Степан. Доверься нам. Ага, уже доверился один раз. Да, я хочу сразу ва-банк 150 лямов тогда. Я готов даже на 10% комиссии. Мне не жалко для вас. Так, стоп. Степан, отойдём на минуточку? Конечно, Камбино. Он серьёзно собрался его второй раз разводить? Ты что делаешь? Я думаю, ты и так понял. Ещё по 30 лямов на каждого будет. Он один хрен всё это потратит на попугаев. Или ещё на что-то. Попугаев он... Ты что делаешь? Я думаю, ты и так понял. Ещё по 30 лямов на каждого будет. Он один хрен всё это потратит на попугаев. Или ещё на что-то. Попугаев он обратно продать сможет. А ты хочешь снова его развести. Реально, зачем мне надо? На последние деньги Одно дело богача развести, который не заметит потерю А тут ты из него бомжа уже готов сделать Слушай, у него этих попугаев Уже штук 20 Каждый лямов 5 минимум Продушаст все и будут у него бабки Либо мы его поимеем сейчас Либо это кто-то другой сделает Пошли быстрее к нему Нет, мы этого делать не будем Мы ехали к нему во всем признаться, чтобы он нам помог Если его сейчас развести, он нам точно не поможет Наказать Фарвару Или ты может забыл, кто первая у Степана могилы Не забыл, но что 50 лямов На дороге не валяются Твоя репутация тоже на дороге не валяется Пока что У меня осталась запись, как Варвара с тобой говорила Так что давай придерживаться нашего изначального плана Давай, давай Попробуй кому-то это показать Я думаю, мы друг друга поняли Поняли, поняли Только что теперь ему говорить, он хочет отыграться Я сам подберу слова, не переживай Подберешь реально? Нет, это реально уже зверство разводить человека до гола Да и с Варварой наконец закончить надо Блин, ну в этой серии не закончим, к сожалению, да? Пошли все насчет аксессуаров Игры не будет Эй, а в чем дело тогда? Как мне отыграться? Тебе не нужно отыгрываться Ты можешь получить назад свои деньги Ну давайте тогда, возвращайте Тут есть небольшой нюансик Какой нюансик? Давай отъедем из этого муравейника И я все расскажу Давай Ну расскажет он в следующей серии, ребят Да, на втором Тогда поехали за нами Ну че, говорите уже Смотри, Боб Сейчас мы готовы отдать тебе 66 миллионов Но ты должен заявить, что никому из нас ты не имеешь никаких претензий И тогда получится вернуть все остальное Хорошо, только бабки вперед Коджа, передай ему Че, почему мои деньги до сих пор у Крупье? Радуйся, что так Коджа Чумба передал 66 миллионов Это Крупье, да, получается? Куда это он? Стой, Боб Что у него в башке? Опять решил свалить куда-то Сейчас отыграется Да он отыграется, все нормально будет Блин, ты меня скучно забанят Зачем я вообще полез в это все? Да не ной ты Так, он все-таки остановился Ты че, нас кинуть решил? Нет Куда ты сваливаешь? Назад, посмотрите Это что еще такое? Бля, продолжение следует В общем, что могу сказать Сто просмотров на этом видосе Я посмотрю следующий видеоролик Батори также Аризона Роли Плей Феникс В IP в описании Там же мой никнейм Данте Коннор Там же мой промокод NoToxic54 Все там До свидания И пока И до свидания